Патрульная служба 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 Пожалуй, так. Потому что общество всегда дает некие запросы, что нужно в этот момент. Люди дают обратный запрос. Всегда есть некая задача, которую мы ставим перед правоохранительными органами. В данном случае это новая полиция. Всегда есть, что нам надо. Пожалуй, способность распознавать это. Мы же понимаем, что люди на улицах встречаются разные. И уровень вообще недоверия к правоохранительным органам, если не ошибаюсь, был примерно на одном уровне с недоверием к прокурорской и судейской системе. И тут приходит такой молодой человек. Ему нужно остановить какого-нибудь человека, который припарковался в неправильном месте. Или наоборот попросить его. То есть он подходит к нему, что-то начинает говорить. Получает в ответ агрессию. Да, вот алгоритм. Как завоевать доверие у человека? Как завоевать доверие? Завоевать, наверное, милитарист. Как расположить человека к себе? Есть от приемов. Я не говорю о том, что это какие-то манипуляции. Никоим образом. Это просто человеческое общение. Это просто смотреть в глаза. Это просто говорить человеком на одном языке. Это партнеры. То есть если раньше мы воспринимали полицию, милицию, простите, как некого такого опасного для нас персонажа, который главное, чтобы за ногу не схватил, берлогу к себе не уволок и не начал мучить за то, что мы просто за помощью обратились. То есть сейчас несколько другая, даже не несколько, а совершенно другие принципы. Потому что задача, в общем-то, это немного странно. Если я хочу жить в чистом городе, но при этом я хочу бросать окурки. Такой парадокс общества. Или я хочу, чтобы меня пропускали на пешеходном переходе, но при этом я мчусь на красный. И задача новой полиции дать людям понять. Я просто, понимаете, в чем штука? Ведь проблема постсоветского общества, она была в том, что люди изначально жили очень во многом с ежедневенческими запросами, с патерналистами. То есть государство нам должно. А вы воспитывали вот тех двух самых тысяч человек, которые на самом деле выходили, были в роли государства, которое должно этим людям. То есть не они привыкли, условно говоря, то есть не они выходили с ощущением, что им кто-то должен, а они должны были выходить на улицы с ощущением, что они кому-то должны. Ой, я бы так не трактовала. Это скорее совместное построение людьми при помощи полиции вот того идеального нашего общества. Никто никому не должен. Ну как-то это не нравится. Ну как? Если тебя вызывают по 102 и говорят, у нас котенок на дереве, снимите, пожалуйста, то... Это помощь. Да, это помощь. Это никоим образом не должно. Да, это... Ну это хорошо и правильно делать, потому что, в общем-то, интеллигентные, воспитанные люди, они помогают друг другу. Это норма. Наталья, у меня тогда такой вопрос. Ну вот мы привыкли к тому, что полиция это все-таки часть некой силовой структуры. Вы о ней рассказываете как о некой службе сервиса. Вот к чему это все-таки ближе? К силовой структуре сейчас или к службе сервиса городского? По необходимости. А как различать эту ситуацию? Ну то есть действительно, где заканчивается компетенция? Вот кошечку с дерева, как сказал Паша, снимает полицейский, снимает МЧС? Или вот по каким запросам мы обращаемся к полиции, по каким нет, если какая-то грань? Я думаю, что мы можем обратиться к полиции по любому вопросу, да, и они помогут нам разрулить, да, если грамотно будет так сказать, ситуацию. Если мы не знаем, куда бежать, то, пожалуй, здорово было бы обратиться к полицейским, и они же нам помогут. Скажите, а вот были ли ситуации, были ли наиболее распространенные стереотипы в сознании тех людей, в сознании тех рекрутов, которые шли в патрульную службу, с которыми вы сталкивались, которые вам приходилось устранять? Может быть, это как раз история о том, что мы идем, там, я не знаю, там, быть эдакими Рэмбо на улицах Киева, или, там, я не знаю, то есть, вот полиция в новом виде, она такая выполняет, условно говоря, такую сервисную службу. Правильно я понимаю? Ну, я бы не называла это исключительно сервисом, понимаете? Это люди, которые стоят на защите общества, да, это может включать все, что угодно, и помощь, и какие-то бытовые ситуации, да, и какая-то, но тем не менее, если нет другого способа, да, решить возникшую ситуацию, кроме как при помощи силового, да, какого-то вмешательства, вот нет другого, все уже, все исчерпано, ну, то тогда, конечно, можно воспринимать. Скажите, еще один такой момент, вот, есть же такой вот, знаете, история про законопослушность, это на самом деле история, в том числе, про социальную традицию, и мы понимаем, что, например, Южная Европа, там, с греками, где считается, ну, правильным иногда, или такой эдакой гражданской доблестью не заплатить народе этим, эдаким гражданским лихачеством, да, она отличается от каких-то, там, сухих и, там, не знаю, финнов, вот, которые, условно говоря, делают все по распорядку. Вот, вот, есть ли история про национальную обреченность? Есть ли история про то, что, вот, если вы, там, в постсоветском обществе 75 лет вбивали головы делать одним образом, то это уже никак не сломать, на ваш взгляд? Да, ну, что вы, мы же меняем, мы прямо сейчас это делаем, ну, как такое можно, ну, прямо, вот, как начали, простите, во время Майдана, да, так и остановиться не можем, менять свое общество, каких, я не верю в такие стереотипы. То есть, и по большому счету, как раз-таки, это патрульная служба, это история про то, что, вот, оно провергается на практике? Да. Спасибо вам. На самом деле, знаете, вот, Оля вначале говорила, что патрульная служба, это такой главный предмет гордости киевлян, наверное, в какой-то степени зависти жителей остальных украинских областных центров. Ну, и мы хотели бы, на самом деле, чтобы это стало предметом зависти не только среди, как бы, жителей других украинских областных центров, но и среди жителей, в том числе, российских, белорусских, каких бы то ни было еще областных центров. Вы могли бы увидеть, что это очень неплохо, то, что происходит? Да, друзья, никто на что не обречен и никаких исторических предрасположенностей не бывает. На самом деле, все внутренние барьеры – это то, что у нас в головах. А вот, на самом деле, те барьеры, которые ставят нам законодатели, мы будем разбираться буквально через минуту в этой студии, и как раз-таки будем разбирать, например, российского законодательства, где совсем недавно парламентарии перенесли выборы в Госдуму. Перенесли аж на три месяца. И теперь выборы в Госдуму пройдут не в декабре 2016, а очень даже в сентябре 2016. И вот ради этой всего лишь трехмесячной паузы нужно было поменять все российские нормотворческие акты. Зачем? Первый вопрос. А второй вопрос – это способны ли выборы вообще каким-то образом российскую реальность менять? И дальше мы будем говорить с нашим гостем, Иваном Преображенским, политическим образовозревателем, аналитиком Deutsche Welle. Иван с нами в студии. Здравствуйте, Иван. Иван, вы нас слышите? Ну, по-моему, Иван нас замечательно видит, но мне бы все-таки хотелось, чтобы он нас слышал. Это возможно? Ну, давайте мы попробуем до Ивана еще раз зазвониться. Друзья, там история какая? История очень простая. Дело в том, что выборы в Государственную Думу Российской Федерации, они из раза в раз должны были, соответственно, состояться в декабре 2016 года. Но полтора месяца назад была принята такая законотворческая инициатива, которая, соответственно, все эти строки сдвинула на сентябрь. И вокруг этого переноса возникло очень много самых разных идей, в том числе конспирологических версий. Зачем это нужно? Значит ли это, что официальная Москва боится каких-то неприятных для себя результатов? Значит ли это, что она ожидает неминуемого падения уровня жизни? Значит ли это, что в российской эпохальной битве телевизора с холодильником телевизор начинает понемногу проигрывать? И для того, чтобы не уступить это политическое пространство холодильнику, надо ускорить избирательный процесс. И вообще влияет ли на что-то избирательный процесс? Это плавно подводит нас к тому, что мы будем говорить в том числе и о российской оппозиции сегодня. Абсолютно точно. И вот нам бы хотелось понять, есть у нас, дайте нам какой-нибудь знак, есть у нас сейчас на связи Иван Преображен. Иван снова нас видит, сейчас узнаем, слышит ли. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Аллилуйя. Иван, скажите, зачем в России понадобился перенос выборов в Государственную Думу с декабря на сентябрь 2016 года? Ну, если говорить обиняками, то если нет выборов, надо хотя бы сделать интригу со сроком выборов. Если реально, то Единая Россия посчитала, что чем раньше пройдут выборы, тем больше их шансы на максимальное количество мест по одномандатным округам. Точнее, даже не Единая Россия, а партия власти в целом. Скажите, но почему тогда столь незначительный перенос с декабря на сентябрь? Почему, скажем, это не с декабря на март? Или не с декабря 2016 на декабрь 2015? Более того, мы-то понимаем, что сентябрь как раз с точки зрения политтехнологий достаточно провальный месяц для выборов. Для партии власти? Особенно для партии власти, потому что в летний период, когда все на дачах, очень сложно агитировать. Осень – традиционный период для разочарования людей, которые вот только что снарядили, условно говоря, детей в школу и заплатили за это немаленькую сумму. То есть очень много вообще претензий к государству возникает в этот период. Почему сентябрь? Ну, скорее всего, потому что значительная часть избирателей просто не придет на выборы. Нет, и это будет как раз та самая социальная часть избирателей, которая с трудом провела лето на даче, которая только что вернулась из отпуска, те самые учителя, врачи и так далее. Нет, и у них будет дача и сбор картошки. Нет, и на выборах их не будет. Но вы сами говорите о том, что, по большому счету, партия власти, коллективная партия власти в России перенесла выборы на невыгодный для себя месяц. Нет, партия власти в России перенесла выборы на тот месяц, когда наименьшее количество избирателей придет голосовать. И легче всего будет использовать то, что по России аккуратно называют административным ресурсом. То есть, условно говоря, за счет неудобного месяца сентября удастся отсечь, ну, скажем, латентно недовольных и тех, кто мог бы прийти проголосовать не за единую Россию, а за какие-то другие политические силы. Может быть, даже в случайном, рандомном порядке, выбрав уже на избирательном участке крестик, напротив которого надо ставить галочку. Совершенно точно. Случайное протестное голосование – это самая большая угроза в условиях, когда экономический кризис наверняка будет усиливаться, но не настолько, чтобы все население, как один человек, пришло и проголосовало против партии власти. А те, кто, скажем так, просто эмоционально готов поставить крестик, в этой ситуации на выборы не придут. Потом не надо забывать, что половина выборов пройдет, половина мандатов будет распределена по одномандатным округам. Это совершенно другая история. Здесь очень важно, чтобы никого, кроме кандидата от партии власти, будет то кандидат от Единой России или, более вероятно, от общероссийского народного фронта официально, чтобы ни одного другого кандидата избиратели просто не знали даже в лицо. Вопрос как раз в чем заключается? Насколько сильна угроза? Такое ощущение, что в России это не должно беспокоить, что власть придет, вот эти условные 14 или 15 процентов и проголосует против. Почему такие меры предостережения? В чем ощущается эта угроза? Насколько она действительно серьезна, субъективна, с вашей точки зрения, Иван? Нет, ну, во-первых, не 14-15 процентов. Мы говорим не о президентских выборах. Рейтинг Единой России, дай бог, 30 процентов. И это очень высокий, если его оценивать реально. Электоральный рейтинг Единой России, я имею в виду... То есть я правильно вас понимаю, что вот, ну, как бы вот иллюзия, которая присутствует, возможно, в нашем украинском обществе о том, что выборы, ну, скажем так, процент поддерживающих президента и процент продерживающих пропрезидентскую партию, это вообще не одна история? Это совершенно не одна история, во-первых. Это две совершенно разные истории. Да, Путин может дать свой рейтинг кому-то Единой России, Общероссийскому народному фронту и Майбуэм. Нет, но не весь. В любом случае не весь. Это во-первых. Во-вторых, Путин старательно демонстрирует, что дистанцируется от парламента. Парламент — это совершенно другая история. У нас один гарант Конституции, один правитель, одно солнце на небе, один Бог в голове, и все это Владимир Владимирович Путин. И перенос выборов именно парламентских — это тоже демонстрация, в том числе и символическая. Выборы Государственного Дума можно перенести куда угодно, как угодно и как заблагорассудиться. Можно, в принципе, вообще уже давно было бы их отменить, и избиратель должен это понимать. У нас единственный правитель, единственный легитимный лидер в стране. И никто не должен иметь возможности с ним конкурировать. Это опасность тех же самых мажоритарных выборов одномандатных. Какой-нибудь кандидат в какой-нибудь Москве может так вывести кампанию, что станет известен на всю страну. Это никому не нужно. — Слушайте, ну, кстати, вот вы затронули сами эту тему по поводу российской оппозиции. Или, может быть, даже по поводу тех кандидатов, которые пока себе еще оппозиции не считают. А вообще, есть ли такой зверь сегодня, как российская оппозиция? Из чего состоит его повестка? И вообще, сохранился ли он после истории с Крымом и истории с Донбассом в российской политической жизни? — Нет. Российская оппозиция, безусловно, существует. Нет. Проблема в том, что у нее очень маленькая сейчас электоральная ниша. Она сама старательно либеральная оппозиция эту нишу сужает. Патриотическая оппозиция после Крыма в большинстве своем поддерживает до сих пор власть. Да, она к выборам, скорее всего, начнет менять свою позицию, но будет слишком поздно. По неофициальным прогнозам, Государственная Дума будет трех с половиной партийная, то есть будет три партии и большой блок одномандатников, в том числе от Общероссийского народного фронта и, скорее всего, под его, так сказать, руководством. Соответственно, не будет уже справедливой России. ЛДПР и КПРФ, все мы понимаем, что это никакая не оппозиция. И власть, собственно, волнует вопрос, чтобы, как в Верховном Совете СССР в свое время, не удалось сформировать хотя бы небольшую реально оппозиционную группу. Как раз вот об этом, Иван, вопрос, нас, наверное, он тоже интересует, есть ли у российской оппозиции сегодня лицо, да, и какая есть ли у нее позитивная повестка дня, потому что мы-то понимаем, что сейчас в основной лозунг это быть против Путина. А вот о чем-то конструктивном, о каких-то позитивных лозунгах, которые были бы интересны россиянам, кроме протестной повестки дня, можно говорить? То есть лицо оппозиции и повестка дня? К сожалению, лицо российской оппозиции с недавнего прошлого, либеральной оппозиции, по крайней мере, это господин Касьянов. Это означает, что с этим лицом эта оппозиция никуда и никогда не изберется. Потому что он бывший? Потому что он оставшийся. Он настолько чиновник в глубине души, что он остается чиновником до сих пор. По манерам, по поведению, по лозунгам? Кризис политического, который сейчас на самом деле происходит в России, он использовал для того, чтобы оттереть всех своих конкурентов и радостно захватить партию Парнас, пообещав, возможно, в далеком будущем допустить туда руководство Навального. С этим связан ребрендинг партии, насколько мы понимаем сейчас. То есть последняя новость о том, что партия меняет свое название и вносятся изменения в устав, по которым, в общем-то, Михаил Касьянов остается единоличным руководителем на сегодняшний день. Да, я так понимаю, что он купил Парнас для себя. И сейчас, собственно, накануне этой кампании происходит чистка в регионах, где выдавливают всех более-менее независимых руководителей региональных отделений. Я думаю, что мы увидим умеренную поддержку со стороны власти для этой партии даже, потому что такая оппозиция ей очень удобна. Я смотрел программу этой партии, которую они приняли на съезде, на последнем, где, собственно, поменяли название. Это к разговору о том, есть ли у оппозиции идеи интересные и понятные для населения. Нет, у этой оппозиции нет идей, как минимум понятных для населения, так же, как и название. Я думаю, что было бы очень интересно провести в России опрос и спросить у народного населения, что в его понимании значит слово Парнас. Боюсь, что ассоциации будут достаточно неприличные. Кстати, еще такой вопрос. Вы знаете, Иван, вот Александр Баунов, например, сегодня он обозреватель Карнеги, он в свое время писал, что после аннексии Крыма российская оппозиция попала в западню. Потому что главный вопрос, ну, один из ключевых вопросов, на которые придется отвечать в рамках любых дебатов или любых публичных встреч, это чей Крым. И если они скажут, что Крым российский, они автоматически становятся, условно говоря, не рукопожатны на западе. Если они говорят, что Крым украинский, и мы должны в первую очередь садиться и обсуждать способы его возвращения в украинскую юрисдикцию, то за них никто не проголосует внутри самой России. Есть ли вот такое вот игольное ушко, через которое никакой ни верблюд, ни канат оппозиционный не пройдут? Пока на самом деле таких дебатов не наблюдается. Мы видим, что большая часть оппозиции так или иначе аккуратно высказалась за то, что Крым российский. В любом случае всегда можно найти для ответа и для программы вполне обтекаемую, вполне четкую при этом формулировку. Например, этот вопрос россияне должны рассматривать на референдуме. Когда мы придем к власти, мы подставим этот вопрос на референдум, и сами россияне, которых предыдущая власть не спрашивала ни о чем, в том числе и о Крыме, ответят нам, чей Крым. Все. Достаточно четко, понятно, при этом ни к чему не обязывает. Вариантов таких масса. Нет, вопрос в том, что российская оппозиция, собственно, и не рассматривает сейчас возможность прихода к власти. У нее нет стратегии прихода к власти, у нее нет программы того, как она будет себя вести. Нет, даже пяти-десяти очевидных, понятных всем шагов у нее нет. Она говорит о том, чего она хочет добиться. Чего добиться, это понимает, чего надо добиться. Это понимает абсолютное большинство населения. На самом деле. И их претензии к Путина ровно в том, о чем говорит оппозиция. Но нету никаких инструментов и никаких рычагов для того, чтобы этого добиться. Оппозиция должна предлагать инструменты. Нет, она этим не занимается. Спасибо, Иван. Очень комплексный подход. С нами на связи был политический обозреватель, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, обозреватель Deutsche Welle Иван Преображенский. Но эту же тему, пророссийскую оппозицию, мы сегодня будем в этой студии продолжать с нашим коллегой Айдером Уждабаевым. Айдер, здравствуйте. Мы вот смотрели, я не ламброза, не какой-то физиогномист заслуженный. Но я так понимаю, что вы очень активно не соглашались внутренне с мнением, которое только что звучало в нашей студии. Ну нет, в принципе, много чего правильного сказано. Но просто у меня как-то в последнее время немного не поворачивается язык так жестко критиковать российскую оппозицию. Потому что слабенькая, хиренькая и лучше поддерживать. Да, но на самом деле я много чего наговорил про оппозицию российскую. И про Крым наш, и про бутерброды, и про все вот эти вот вещи. Но так вот, знаете, глядя, тем более теперь из Украины и немножко со стороны, ну а кто, если не они? Вот Касьянов, да, он не электоральный лидер совсем, да? Но тем не менее это человек там с какими-то принципами. Например, он по Крыму наиболее определенно высказывался именно в таком, ну... Но он говорил императивно, что мы победим и мы вернем, соответственно, Крым Украине. Он единственный, кто говорил о крымских татарах, как о народе, который может и должен иметь, как бы так сказать, право вето на любые решения по Крыму, например, да? В то время как вообще-то, так сказать, крымские татары в российском политическом дискурсе не рассматриваются совсем. Я вам больше скажу, на самом деле, в российском медийном дискурсе крымские татары подаются просто как татары, а крымские подаются как какой-то геотек, мол, это те же самые татары, которые живут... Даже подаются как татары Крыма. Да, что вот это, мол, те же самые, та же самая народ, который живет у нас в Татарстане, у них там государственность, а тут в Крыму просто разновидность. Поэтому о какой такой национальной территориальной автономии может идти речь, если у них там целая государственность по Волжье? Примерно в таком формате нередко, кстати, в России звучит... Ну, это же старая история, это, знаете, такой заезженный, обтрепанный веник, это же и при Советском Союзе говорили еще, и тогда они придумали вот этот дефис в прилагательном крымско-татарский, который не может в правилах русского языка быть, но они его придумали, потому что, ну, хотя все это должно писаться слитно и как название одного народа, да. Да, но в этом-то я ничего нового не вижу, и как бы в невнимании крымским татарам я уже, в общем, на это перестал обращать внимание, от российской оппозиции этого требовать уже, я думаю, невозможно. Но вот Касьянов единственный, кто высказался, и он как бы такой человек, у которого есть жесткие принципы, несмотря на его действительно электоральную слабость, да. Вот мы сейчас говорим об электоральной слабости, я немножко верну Айдер, может быть, на шаг назад наш разговор, я задам вопрос вам так, вот как голосует российский избиратель в принципе, если Касьянов не электоральный, как вы сами говорите, политик, да, то как будет голосовать, допустим, на следующих выборах российский избиратель, если он голосует за партию власти, то за что он голосует, если, ну, хотя бы давайте начнем с этого вопроса. Ну, во-первых, я, как-то вы тут немножко, мне кажется, надышались кислородом, поэтому у вас такое превратное представление о выборах в России, и, в общем-то, совершенно неинтересно, за кого в реальности проголосуют российские избиратели. Как голосуют российские избиратели, мы видели в Ютьюбе, найдите, видео с учительниц с пачками бюллетеней, которые выбрасываются куда угодно, без проблем. Выборы хотят перенести на неэлекторальный совершенно месяц, когда эти ведрами можно будет выбрасывать эти бюллетени. И вообще, как бы выборы, смотрите, к выборам в России сейчас серьезно относиться невозможно, да, они нереальны, потому что даже списки избирательные утверждают, в общем-то, власть, да, и напрямую. Вот сейчас проходят региональные выборы в четырех субъектах Российской Федерации. Это Костромская область, это Калужская область, это Новосибирская область и это Магаданская, в конце концов, область. Везде, значит, все-таки оппозиции после трагической гибели Бориса Немцова, они объединились, ну, многие, и нельзя сказать, что там Касьянов, я вот с этим не согласен был, что Касьянов купил там или отжал и так далее. Ну, они, во-первых, размежевались с Владимиром Рыжковым давно, еще когда Борис был жив, и нельзя сказать, что отжал, Бориса не стал, и это огромные громадные потери. Я не думаю, что тут вот Касьянов такие эпитеты были бы точными, да, но сейчас я просто к тому, что вот эти выборы в регионах, в этих четырех, вот эта объединенная уже оппозиция, не вся, но вот как бы та, которая объединилась. Они используют ее, скорее, они понимают, что выиграть на этих выборах невозможно, да, но они используют эти возможности для проведения агитации, для раздачи того же самого доклада «Путин. Война», да. То есть это такой себе коммуникационный хаб, такой себе. Это возможность в отсутствии, как бы, ну, доступа к ушам и глазам людей, которые полностью забиты пропагандой, да, это возможность прийти к ним лично, поговорить с ними лично, отдать им лично этот доклад в печатном виде, значит, привлечь внимание к ошибкам и местные, в том числе и власти, и федеральные и так далее. То есть они делают то, что могут, понимаете, и мне сложно их осуждать, а я бы что на их месте делал. Поэтому осуждать, конечно, проще всего, и искать проблемы в российской оппозиции, они огромные. Действительно, она находится в таком состоянии очень тяжелом. Скажите, ну вот, я понял, то есть у нас, на самом деле, оба эксперта, они едины в одном, что в любом случае российская оппозиция, она чрезвычайно слаба, и говорить о том, что выборы являются инструментом ротации элит в Российской Федерации не приходится. Но у меня вопрос. Любая оппозиция, ее жесткость, она прямо пропорциональна жесткости власти. И иногда, когда все социальные лифты, когда парламент не работает, начинается оппозиция улиц. Мы в свое время наблюдали это, например, в Киеве. И в середине нулевых, я помню, была история про приморских партизан в Российской Федерации, когда шестеро молодых людей взяли в руки оружие и решили отстреливать правоохранителей. И убили достаточно много ребят, прежде чем их поймали, там их ловили силами целого полка, в конечном счете их приговорили к достаточно длительным срокам тюремного заключения. Но я помню заключение Левада-центр, который писал, что 37% граждан Российской Федерации отнеслись с сочувствием к так называемым приморским партизанам. И многие тогда это восприняли как проявление несистемное. То есть, условно говоря, если вы все забетонируете, если вы полностью закроете кипящий чайник и не даете пару никуда уходить, то рано или поздно вот так вот начинает локально срывать крышки. Вот на ваш взгляд, та история про приморских партизан, которые вот вступили в открытое столкновение с властью, абсолютно не симпатичная, абсолютно не вызывающая какой-то симпатии. Но тем не менее, это единичная тенденция или она может повторяться? Особенно в свете Донбасса. Я смотрел последние, буквально сегодня опубликованные опросы Левады. И там они все свидетельствуют о том, что пассионарная активность россиян падает. То есть, при этом люди, как бы недовольство не падает властью. Но мы не будем брать Путина как божество, а недовольство какими-то практическими вещами и чиновниками, которых люди видят. И вообще жизнь ухудшается, больше поборов всяких, налогов. Особенно это москвичи на себя чувствуют, и жители регионов тоже. Как-то жизнь не улучшается. Но тем не менее, все меньше людей говорят, что они готовы выйти на любые социальные или политические протесты. Но вот там 84% скорее бы не вышли, либо точно не вышли. Я вот на вскидку помню еще, типа, проценты 4, которые, ну, типа, колеблются, но тоже, скорее всего, бы не вышли. А в общем, готовых выйти там потенциально, да, это не больше 10% сейчас, по последним вопросам. Но опять, это же, понимаете, какая история. Вот история с приворскими партизанами, она очень показательная, потому что, например, может произойти, там, понятно, недовольство так называемыми ментами, да, беспредельными вот этими. Но представим себе ситуацию, что экономика падает, а в России достаточно мест, где есть крупные предприятия, в которых занято много людей, да. И вдруг этот завод перестает работать, да, или вдруг там в каком-то городе закрывается несколько предприятий, а куда людям деваться. Новых рабочих мест не создается, инвестиций мало или их нет вообще, они снижаются. Потеря рабочих мест и так далее. Кто знает, что будет дальше? Я думаю, что сейчас вот это снижение пассионарности, оно связано прежде всего со страхом, со страхом наказания. Айдер, ну вот кроме так называемых голодных, да, вот этих вот протестных мотивов, есть, в общем-то, очень много тех людей, которых мы говорим как о комбатантах, которые возвращаются с войны, да, потому что очень много добровольцев россиян поехало воевать в Донецкую и Луганскую область. Вот такие люди, вот во всех хороших фильмах голливудских и неголливудских, такие люди, возвращаясь домой с обостренным чувством какой-то своей собственной справедливости, начинают свою собственную войну против власти, которую они считают справедливой. Вот насколько это возможно в России, на ваш взгляд? Ну, конечно, какая-то часть таких условных романтиков и справедливости есть. Но там есть огромная часть, вы тоже так не обобщаете, потому что там есть огромная часть, которые просто едут мочить хохлов и зарабатывать бабок, да, и у которых там кредит где-нибудь висит, им пообещали денег, уж не знаю, кому дали, кому не дали и так далее. Но, конечно, есть и романтики, да, вот такие условные, ну, якобы, вот такие стрелковцы, да, как бы люди, которые вроде как за идею. Но у этой власти достаточно серьёзный репрессивный аппарат. Я думаю, что если кто-то из этих людей попробует сейчас, по крайней мере, заявить о себе каких-то неформальных лидеров там в регионах и так далее, им быстро объяснят, что Родине от них нужно, а чего Родине от них не нужно. И мы уже видели, по-моему, в этих Донецких, Луганских так называемых республиках несколько смертей харизматичных там полевых командиров или там как их назвать, да. Вот. То есть, в принципе, есть достаточно возможностей их стравить между собой, этих патриотов, там, вот этих идейных, которые не нужны. Или как-то их по-другому нейтрализовывать или запугивать или... То есть сейчас как бы эта ситуация консервируется. Вот сейчас власть закатывает банку с огурцами, да. Там разные огурцы. Вот. Разные длины и разные упругости. Она, словно говоря, кладет туда аспирин, чтобы банка не взорвалась. Да. Вот. И кажется, что это навечно. Но мне кажется, что все-таки не может быть это навечно, потому что всем сейчас рулит экономика. И тут как бы главный фронт обороны власти, он лежит и в экономической плоскости. Потому что когда экономика снизится до точки, когда людям будет, в общем, пофиг, что им говорят по телевизору, ну, как-то совсем это не будет стыковаться с реальной жизнью. Тогда будут проблемы. И, возможно, кстати, эти люди тоже как-то... И в этом есть опасность. Потому что, если вы вспомните 89-91 годы, да, когда падал Советский Союз, тогда не было этих людей с опытом вот этих романтических там и патриотических войн, да. А сейчас они имеются. И сейчас, если власть ослабнет до состояния паралича, когда ее не захотят защищать там ни силовики, никто, как это было тогда, приассоцировать никто... Но серы могут прийти черные, цитируя Стругацких. Но тогда пришли, как бы, типа, либералы тогда же, тогда их демократами называли. А сейчас могут прийти другие люди, у которых будут и свои счеты с этой властью, которая, как они считают, их предала. И свои идеи насчет реализации идеи русского мира, которые, может быть, по сравнению с нынешними покажутся более радикальными. Спасибо. Это было мнение Айдера Муждабаева. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Вы знаете, действительно, это в очередной раз, ну, как бы, если подводить итог, то мнение обоих наших экспертов, оно сводится к тому, что выборы – это такой себе социальный ритуал, который, на самом деле, по большому счету, к политическим ритуалам имеет весьма опосредованное значение. То, что мы сейчас наблюдаем в Российской Федерации – это такая эпическая битва между холодильником и телевизором. И эта битва, она проходит вне зависимости от того, напротив кого мы ставим свои крестики. Ну, граждане Российской Федерации ставят крестики в избирательных бюллетенях. Друзья мои, ну, на самом деле, вот в продолжении темы тех самых социальных практик, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, и свидетелями, которых мы становимся, это в том числе… Музыка, под которую происходит песня. Да, я просто сижу и вспоминаю, знаете, что многие вещи, многие песни, которые пелись в конце 80-х, в начале 90-х, они сегодня начинают звучать абсолютно безумно актуально. И начиная от «Соя», и там, я не знаю, там, песни Башлачева, тексты ДДТ и так далее, и так далее. Но, вы знаете, вот то, что произошло буквально на этой неделе, оно тоже довольно-таки резонансно прозвучало. Это 4 июля православные активисты под руководством протеереи Дмитрия Смирнова сорвали день рождения радиостанции «Серебряный дождь». Они заявили, что музыка мешает им проводить богослужения. У нас даже есть видео. Давайте посмотрим буквально 40 секунд. Сейчас не скажете. «Серебряный дождь» Вы знаете, на первый взгляд, есть какие-то вещи, которые комментировать не имеют смысла. Хотя, на самом деле, если вглядеться в это видео, то там открывается бездность смыслов. Эти бездность смыслов мы пригласили комментировать сегодня Михаила Козырева, российского радиопродюсера. Его без преувеличения можно назвать крёстным отцом многих российских рок-исполнителей. Михаил Натанович, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас к вам будет первый вопрос, Михаил Натанович. Вот была эпоха Кураева, которая приходила на рок-концерты и проповедовал. Сейчас наступила эпоха Чаплина и Смирнова, которые срывают рок-концерты. Как мы дошли вообще до жизни такой? Да как-то незаметно докатились. Но надо сказать, что Диакон Кураев нынче в Апале, ему припомнили все его рок-пристрастия и попытки каким-то образом для людей верующих привлечь внимание к рок-культуре, к культуре какой-то живой музыки, концертов. Вот сейчас совсем другое время. Я, собственно, если ваши зрители видели вот эти вот отрывки, которые вы показали, я мог их только слышать, поскольку я вас не вижу. Я полагаю, что там среди них был этот момент, когда меня выталкивают со сцены, я вот с таким длинным платком повязанным на спине, на голове, который спускается на спину с такой гривой. Вот там и, соответственно, протеерей Смирнов выходит к микрофону и триумфально заключает «концерт закончен». Вот, собственно, ради этого момента все и делалось, потому что люди эти, я думаю, что это моя только догадка и мое умозаключение, никакого отношения к какой бы то ни было службе, в каком бы то ни было храме, не имеют, вообще не имели. Храм расположен на расстоянии километра просто от радиостанции, где проходило празднование 20-летия. Чтобы вы понимали по атмосфере, это такой огороженный дворик радиостанции, который находится рядом с парком, никаких жилых зданий в округе нет. Через этот парк нужно идти достаточно долго, и ты придешь к ближайшей церкви, которая стоит на Ленинградском шоссе, на выезде из Москвы в северном направлении. Вот, соответственно, там такая была абсолютно интеллигентная культурная атмосфера. Люди, которых мы приглашали, приходили со своими детьми. Там были устроены специальные, я не знаю, вплоть до пеленальных комнат, в которых можно было перепеленать младенца. Светлый, яркий, солнечный день. Люди играют в настольные игры, кто-то в шахматной комнате сидит и режется друг с другом, кто-то пьет напитки, причем без алкоголя, что хочу отдельно, потому что там дети в течение дня алкоголь начали продавать только после наступления темноты. И вот в эту культурную, спокойную атмосферу в какой-то момент вламываются, сметая все на своем пути, вот эти вот незнакомые люди. Михаил Натанович, ну если позвольте, вы знаете, ведь сегодня очень часто сравнивают то, что происходит в современной Российской Федерации. Принято говорить, что Российская Федерация невольно так, как минимум эстетически копирует какие-то советские практики. Но ведь если с Советским Союзом сравнивать, то там и рок-музыка, и церковь, они находились вне системы. А сегодня все больше людей говорят, что и рок-музыка, львиная ее часть современной, российской, и львиная часть современной Русской Православной Церкви, они находятся внутри системы. Вы понимаете, вот по поводу практик, которые сейчас опробированы, я бы сказал даже в нашей стране, по следам этого инцидента, это даже не практики Советского Союза, это скорее практики нацистские. Потому что, ну, в общем, все, что происходило, за исключением отсутствия крови, хотя мне ногу, например, разбили до крови, это напоминало такую ночь хрустальных ножей. И уж точно, абсолютно было прописано по тому, как делается погром, которому и Украина, и Россия имеют непосредственное отношение. Потому что громили, в частности, евреев и в маленьких городках на Украине, и в черте оседлости, и в Российской империи везде. Вот, это был абсолютно стопроцентный погром. Если возвращаться к вашему вопросу и говорить о русском рок-музыке, хотя я бы расширил этот термин до живой музыки в целом, то, конечно, это мрачное время, смутные дни и огромное количество моих друзей и моих героев, с которыми мы рука об руку выдавали в эфир их первое произведение и закладывали просто пласт огромной талантливой музыки в 90-х годах и в 2000-х, они, конечно, слились. Они, попросту говоря, стали такими стопроцентными конформистами. Почему это произошло? Я думаю, что, конечно, в первую очередь от страха. Ну, потому что сейчас, знаете, даже просто простая порядочность сродни подвигу в нынешнем реальном мире. А кроме того, конечно, от какого-то удивительного вот этого гена конформизма, который, очевидно, в нас еще с советских времен живет и в случае какой-то критической ситуации он вдруг расцветает и дает свои плоды. Но если позволите, рок, он всегда противостоял системе, он был такой контрсистемой. И понятно было, против чего, там, не знаю, протестуют рок-музыканты, там, в 70-е, 80-е годы. Даже, в принципе, было понятно, против чего они протестуют в 90-е. Но нередко встречалась такая мысль, что сытые нулевые, они превратили рок в лаунж. И, условно говоря, вместо коллективного, там, ДДТ появилась коллективная Би-2. Вот у вас... Я бы уж точно не стал бы использовать в качестве примера группу Би-2 и моих друзей. Достаточно посмотреть на один из недавних клипов «Забрали в армию», который все точки над «Ир» оставляет. Хорошо, коллективная Чечерина или, не знаю, можем другой какой-то пример. Я думаю, что вы его сможете предложить лучше, чем мы. Нет, вы знаете, я думаю, что я процитирую Бона, одного из моих героев, которого я еще продолжаю верить, который точно сказал, что в чем смысл поп-музыки. Поп-музыка хочет тебя успокоить и сказать «Все нормально, чувак, все хорошо, ни о чем не беспокойся». А рок-музыка всегда говорит тебе, напоминает «Не все нормально, не все, думай, думай своей головой». Вот этот момент, к сожалению, разница между одной и другой, одним и другим жанром, он как-то незаметно постепенно стерся. И в результате мы получили какой-то такой вялотекущий поп-рок, в котором одна из главных, один из главных столпов – это благость такая, неспособность задуматься о происходящем, ненужность мыслить своей головой и подвергать критической оценке то, что происходит вокруг. И я трагически сам переживаю каждый день, что в определенном смысле имел к этому отношение, потому что, конечно, когда эта плеяда новых российских музыкантов появилась в футболе, когда я занимался радио, она, к сожалению, невозможно было предугадать, что судьба «Океана Эльзы» сложится вот таким вот образом, судьба Дианы Арбениной сложится таким, а судьба, например, Вадика Самойлова из группы «Агата Кристи» сложится так, что он с определенного момента будет работать на администрацию президента и, значит, возглавлять новое движение. Михаил Натанович, я хочу и вас, и наших телезрителей вернуть в более актуальную ситуацию. Это ситуация, инцидент Земфира, который произошел на концерте в Тбилиси, сейчас это тоже очень активно обсуждают и в Украине, я, наверное, думаю, и в России тоже, поскольку мы читаем, какая до травля появилась в связи с этим инцидентом. Я все же хочу спросить, вот есть жест певицы, которая поднимает флаг Украины на концерте в Грузии, насколько мы понимаем, этот флаг ей передали, а есть текст музыканта, ну, допустим, те же тексты, которые пишет Ленинград, сейчас исполняет, они очень острые. Вот, как выглядит сегодня эта система санкций в России? То есть, Оля, к тому, что... За жест или за текст музыканта? Да, за жест или за текст сегодня наказывают? Слушайте, за кашель, за кашель скоро наказывать будут, не в нужное время кашляну, травить будут за это. Какая разница, жест или текст, это уже не имеет значения. Музыканты, которые в данном случае не реагируют на вот эти вот постоянные компании травли, а мы уже пережили и компанию травли Макаревича, и компанию травли Арбининой, и компанию травли телеканала Дождь, и компанию травли наших иностранных гостей, и Ляписа Трубецкого, и Океана Эльзы. Музыканты, которые проходят мимо, не высказываются, они не понимают, что сначала пришли за теми, а потом придут за тобой. И даже не важно, что ты делаешь, до какого абсурда мы доходим, если сказанное с концерта, со сцены в Киеве Дианой Арбининой, я прошу прощения за других музыкантов, которые сюда не приехали, или просто поднятый абсолютно спонтанно флаг Украины, может послужить тем, что на следующий день ты открываешь информационные агентства и газеты, и видишь десятки музыкантов же, не только всяких там чмошников, которые вылазили из всех щелей, а самих коллег по цеху, которые позволяют себе делать из этого какие-то выводы, что якобы что-то... Земфира артист, который никогда не позволял себе ярких, сочных, социальных, острополитических текстов, в отличие от группы «Ленинград» или, например, от «ДДТ» или группы «Люмен». Земфира поет про ураганы в своей собственной душе, в тот момент абсолютно не имеющие отношения к той песне, которую исполняли, ей передали, я видел этот фрагмент, ей передали из публики этот флаг. Какой угодно бы этот флаг ни был, это было расценено ей как жест некого объединения со зрителями. Если у зрителей есть такой флаг, я точно не думаю, что на концерте Земфира кто-то мог поднять какой-нибудь экстремистский или нацистский флаг, но она точно так же на концерте в Лужниках, например, под занавес своего предыдущего тура, поднимала немецкий флаг, поскольку человек, который ставил ей свет и звук в этом туре, был немцем, с которым она очень дружила и специально ему таким образом передавала привет. Здесь же это свидетельствует только о той глубокой инфекции, которая поразила наше общество и каждого из этих критиков и участвующих в травле в отдельности. Это инфицированное больное общество. Михаил Натанович, но есть общество, есть люди, которые определяют в том числе политику на радиостанциях. Вот вам доводилось сталкиваться с какими-то темниками, которые, например, спускаются на радиостанцию? От чего зависит ротируемость исполнителя? И есть ли сегодня критерии, что вот, например, там, скажут, вы Земфиру не особенно часто ставьте, и там, например, там, вот Ленинград не особенно часто ставьте, или Юрия Юлиановича Шевчука не особенно часто ставьте. Есть такие темники? Нет, вы знаете, я думаю, что это все-таки происходит не таким образом. Ну, во-первых, в мои времена, когда я руководил радиостанциями, таких людей вообще не было. При том, что мое условие изначальной договоренности с моими работодателями, а одним из них был Борис Абрамович Березовский, заключалось в том, что они никогда мне не звонят о том, чтобы что-то поставить в эфир или что-то убрать из эфира. И надо сказать, что они всегда это выполняли. А что касается сегодняшнего дня, это просто программные директора, это люди, которые могут, как и любой другой человек, бежать впереди паровоза. Они интуитивно будут чувствовать изменения в атмосфере просто по движению бровей каких-то высшестоящих инстанций, на опережение срабатывать и менять проигрывание на станции того или иного артиста. Я сегодня ехал на эфир на свой собственный, слушал замечательную песню Земфира. Я не думаю, что это приведет к исключению песни из эфира, просто потому что Земфира – это артист такого калибра, который, когда она играет в эфире, никто не отключится от радиостанций. Это очевидно для всех станций, которые, в принципе, ее играют. Точно так же и группа Ленинград, хотя ее из-за табуированной лексики мало вообще кто играет в нашей стране. Но дело в том, что никакой, что характерно для нынешнего времени, что никакой такой организованной травли или такого масштабного распоряжения сверху, или людей, которые звонили бы по специальным телефонам на радиостанции или телеканалы и говорили «выключить», этого нет. Есть просто вот этот врожденный рефлекс людей отстроится под подвеление власти и подвеление времени. То есть такая себе внутренняя цензура, попытка предугадать такие интенции. А чего от нас ждут там, поэтому давайте им пошлем сигнал. Я приведу другой пример. Мы на 40 дней после убийства Бориса Ефимовича Немцова хотели сделать концерт в памяти Бориса Ефимовича. Мы обратились, причем сразу в первую очередь мы обратились к музыкантам и получили согласие от нескольких артистов, сразу от Шевчука, от Арбенина, от Макаревича, от Би-2. Те группы, которые сразу сказали, да, на таком концерте они выступят. Мы обзвонили московские клубы, все клубы размером больше тысячи человек, которые могут вместить в себя желающих прийти на такой концерт. Подчеркиваю, концерт бесплатный, вход открыт, и все расходы по организации этого концерта мы готовы были оплачивать. Ни один клуб не согласился на то, чтобы приютить нас. Все отказались. Никому никто не звонил сверху. Никто никому ни с кем не советовался. Просто люди таким образом перестраховались. Вот в свете всего, что Вы рассказали, нам, живущим и работающим в Украине, очень интересно понять. Вот, в общем-то, раньше Океан Эльза тоже собирал залы в России, да, и украинский рок сейчас, ну, на наш взгляд, он развивается тоже динамично и интересно. Вот кого Вы выделяете среди наших исполнителей, и вообще, насколько осталось для украинского рок-аудитория в России, на Ваш взгляд, после всего, что произошло, после Крыма, после войны? Ну, я думаю, что война физическая может, я думаю, дай бог, она закончится в какой-то момент, но война и разруха в головах продолжаются значительно дольше. И я думаю, что мы вступили вот в эпоху такой холодной культурной войны чудовищной, которая будет длиться дольше, чем какие бы то ни было физические военные действия. Но я уверен в том, что настанет день, когда группа Океан Эльзы даст концерт в России, и это будет абсолютно триумфальный концерт, потому что те люди, которые любили их творчество, они продолжают его любить, их лишили возможности его услышать. Я просто вижу перед глазами, что это настолько триумфальный концерт, как на Олимпийском стадионе, который давал славу и его друзья, вот с таким же абсолютным чувством единения и с ощущением радости, что мы наконец встретились. А что касается части вашего вопроса по поводу того, кого я выделяю, мы-то на дожде, слава богу, играем все то, что считаем нужным. И в данном случае никакая цензура нам не писана. Вот я до Синдеева, все и есть цензуры. Так вот, мы играем с удовольствием все новые клипы, не только Океана Эльзы. Мне очень нравится Дима Шуров и пиано-бой. Мы играем группу Бахрома. Мы играем, например, даже танок на Майдане Конго. У них вышло недавно веселое видео. И, в общем, Олег Скрипка, который давно просто ничего не выпускал, тоже с удовольствием приглашаю его в эфир, если у него есть что-то новое. Но в данном случае Украина действительно вызывает сейчас у меня восхищение от того, насколько многообразна музыка. Я говорю не только сейчас про гитарную музыку, но еще и про поп-музыку. Потому что тот же, например, Иван Дорн здесь очень интересен. И клипы еще потрясающие снимают. То есть я как вижу новый какой-то интересный клип, я просто наверняка знаю, что он снят в Украине. В России с этим сейчас вообще беда. Ну просто потому, что все, в принципе, очень сильно запуганы и боятся что-нибудь интересное и творческое делать. Так что, респект украинской музыке. Спасибо. Спасибо. С нами был Михаил Козырев, российский радиопродюсер, крестный отец очень многих российских рок-исполнителей. На самом деле, вот тот инцидент, который произошел 4 июля, когда православные активисты во главе с Прутоиереем Дмитрием Смирновым сорвали концерт радиостанции «Серебряный дождь», это уже только ленивый не успел пошутить, что вот так вот на самом деле и выглядит конфликт рок-музыки и поп-музыки. Но бог с ним, на самом деле, ты знаешь, вот Оль, вот вся эта история вот про рок-музыку российскую, вот в позднем Советском Союзе, не знаю, как у себя, у меня было такое ощущение, что рок-музыка – это всегда такая контрсистема, которая борется с системой. Я чувствую, что вот российскую философию вначале заменяла российская литература в начале века. Ну, а Башлачев, да, Есенин такой себе, да, например. А в конце века XX российскую философию заменяет российский рок. Да, и ведь, знаешь, в чем штука? Ведь это та самая история, когда вот нельзя быть одновременно, условно говоря, за Кремль и при этом любить Довлатова. Или Стругацких. Да, или Стругацких любить, или творчество группы ДДТ, потому что оно уже не эстетически разное, оно этически расходится в разные стороны. И знаешь, как вот период безвремени, он такой вот, 90-е нулевые, он закончился, сегодня эстетическое, оно уже, наверное, во многом неотделимо от этического. Ну, и в этом контексте мне всегда интересно, опять-таки, цитируя другого известного рок-исполнителя, где та молодая шпана, что сотрет с лица земли старую рок-шпану. А мне хотелось бы процитировать такого деятеля, как отец Андрей Кураев, который в очередной говорил очень правильные вещи, что рок-музыка – это борьба за право думать. Думаем, друзья, это на самом деле то право, которое никто у нас не отнимет. Это была громадская на русском Ольга Духнич. И Павел Казарин. Нам было очень приятно с вами, надеюсь, это взаимное чувство. Наш эфир продолжается, мы желаем вам хорошего вторника вечера. Добрый вечер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова